Ученица седьмого класса Чебоксарской школы номер 53 поставила рекорд страны по счету. Это достижение групповое. Вместе с Анной Басовой еще семь ребят с разных уголков страны попали в книгу рекордов России. Поздравить чемпионку выехала наша съемочная группа. Считать может каждый ребенок. Но вот со скоростью 0,4 только 8 детей по стране. Аня одна из таких. Давайте проверим. Аня готова? Да. Поехали. 54. Абсолютно верно. Так быстро и точно Аня научилась считать за полтора года занятий ментальной арифметикой. Основывается она на воображении с применением японских счетов абакус. Отличаются счеты тем, что в каждом столбике здесь всего 5 косточек. Косточки снизу называются земными косточками. Они равносильны единичке. То есть каждая косточка это единичка. Один, два, например. А косточка сверху, это небесная косточка, она равна 5 единичкам. Одна сразу. То есть эти счеты с одной стороны логически сложнее, чем наши советские счеты. А с другой стороны их легче представить себе воображение. Сначала дети обучаются на настольных счетах, а затем передвигают их воображение. Это и позволяет считать очень быстро. Рекорд страны, который поставила Аня, групповой. 8 ребят со всех уголков страны одновременно должны были решить 100 примеров. Справились они за рекордное время – 4 десятых секунды. Я представляю воображаемые счеты, косточки и передвигаю их воображение. Я очень долго тренировалась, много. Когда мама с папой ходили гулять, я в это время сидела и считала примеры. Овладеть теорией быстрого счета может каждый. Но чтобы стать чемпионом, одних навыков недостаточно. Чтобы посчитать так, как Аня, нужно, конечно же, очень много заниматься. Но и нужен еще и талант, способности к этому. Аня очень целеустремленная, усердная, внимательная. Она стремится всегда выполнить задание полностью. В общем, твердо идет к цели. Цель у Ани есть. Она собирается стать программистом. А пока продолжает заниматься математикой и мечтает попасть в книгу рекордов Гиннеса. Ольга Алексеева, Валерий Редюков, Республика.